На чем все-таки должен основываться счастливый брак? Что люди должны чувствовать, что люди должны хотеть, чего желать, для того, чтобы семья, которую они создают, все-таки была долгой, счастливой, любящей, и в ней появлялись счастливые дети? То есть что нужно делать, чтобы так было? На чем должен основываться союз, семья? Союз. Сейчас союз мужчины и женщины часто основывается на взаимном обличении, телесном. То есть вот эта так называемая сексуальная сила, она рождает современные семьи. Во многих случаях это так. Раньше никогда такого не было. Знаете, есть даже такое выражение, что на Западе люди женятся на том, кого любят, а на Востоке люди любят того, на ком женились. Или вышли замуж. Вот нужно подумать над смыслом этой фразы. Потому что первое, это означает, у меня есть какое-то семиминутное влечение, и чтобы его удовлетворить, я хочу быть рядом с этим человеком. То есть это эгоизм, на самом деле. Мне нужен другой, чтобы просто я себя хорошо с ним чувствовал. Вот я поэтому хочу жениться и выйти замуж. Но второе выражение, смотрите, означает совсем другой принцип. Вот тот, кто рядом, я учусь его любить всю жизнь. Я учусь заботиться о нем всю жизнь. Я учусь жертвовать чем-то своим ради его блага. Вот это настоящая любовь. И эта любовь, знаете, что важно понять? Вот это право любить мы должны завоевывать всю жизнь. Любовь — это не семиминутное чувство. Любовь — это очень глубокое чувство. И мы его с вами должны осваивать всю жизнь. Но люди сейчас не хотят понять науку любви. Для них любовь становится наслаждением. Это для них сейчас одно и то же. Любовь — это не наслаждение, это не семиминутное влечение. Это, знаете, это как бы энергия, которую мы с вами должны добывать всю жизнь. Я приведу пример. Вот смотрите, как вино. Я недавно был в Молдавии, проводил программу. В Молдавии — это культура вина. Но вино, оно чем больше стоит, тем оно становится вкуснее. Вот любовь точно такая же. Чем дольше мы стараемся ее познать в отношениях друг с другом, в семье, чем больше мы совершаем этих действий, ну как бы самопожертвования ради блага другого, учимся любить, да, действовать из любви, тем оно становится глубже и вкуснее. Тем человек становится более счастливым в взаимоотношениях. Вот это закон любви. Это нечто другое. Поэтому, когда вы спрашиваете, на чем должна быть основана семья, я могу сказать одну только вещь. Она должна быть основана на любви. Но иначе, если сказать то же самое, она должна быть основана на знании, что такое любовь. И на действиях ради любви.